Прежде чем прокомментировать данный видеоролик, хочу попросить все аудитории то, чтобы досмотрели данный видеоролик, прежде чем оставить свой отзыв. Текст, который я позже расскажу, не соответствует реальности и сделано это только для привлечения аудитории. Начнём. До недавних пор я сам не верил в самозапит, в бестопливные генераторы и подобные устройства. Считал генераторы Тарелли Капанадзе, Бедене и всех прочих авторов абсолютно мифом, просто фокусами и так далее. Но бестопливными генераторами и генераторами самозапита занимаюсь очень-очень давно, где-то 6 лет уже. И за это время перепробовал много схем, но на днях в сети попалась схема вот такого рода. От меня она была чуть-чуть доработана, имя автора я удалил, потом скажу по каким причинам, то есть просто затёр, чтобы не нарушать, как бы видеоролик соответствовал требованиям YouTube. А то автор может потребовать указать свои авторские права или, скажем, попросить некоторый доход. Ну ладно, это не важно. Так, из чего же состоит схема? Блокинг, генератор, дальше у нас идёт цепь самозапита, дроссель установленный, который я попросту заменил низколомным резистором. Эта схема вообще-то была как бы доработана, исходя из опытов, результатов, которые получал, занимаясь уже этой схемой несколько дней. И в итоге некоторые части подвергались изменениям, но схема вот такая именно тоже работает. Но моя, на мой взгляд, чуть-чуть доработана. Так, устройство позволяет самозапитывать источник питания, и помимо этого можно вот в этот разрыв подключать, к примеру, низковольтные нагрузки с малым потреблением, такие как светодиод или линейка светодиодов с суммарным потреблением не более 100 мА. Так, как выглядит схема и как работает? Вот наша схема в целом. Трансформатор, кстати, насчёт настройки трансформатора довольно пришлось попотеть, чтобы настроить, свазировать вернее обмотки. Вот у нас имеется трансформатор. Желательно использовать трансформатор с компьютерного блока питания, можно использовать от строчной развертки телевизора. За освещение, кстати, прошу простить, поскольку снимаю ранним утром, и может освещение быть плохое. Вот низкоомный резистор, проволочный, самый обычный. В мою схему дополнен ещё один транзистор, т.е. можно использовать составной транзистор. Тут автор указал 805b, но с ним работает чуть похуже. Я получил что-то вроде составного транзистора. Для того, чтобы сделать так, как у меня, можно использовать один составной, но у меня не нашлось, поэтому сделал аналогичный. Также, поскольку напряжение довольно высокое, то светодиод запитан от стабилитрона, который стабилизирует напряжение на цепи питания светодиода. Пару ямкостей, собственно, трансформатор, вот такая макетная платочка. Самозапит подразумевается то, что можно даже отключать источник питания, при этом, а, кстати, вот у нас светодиод подопытный, обычный 3-мм белый сверхяркий светодиод. Подразумевается, что при отключении источника питания светодиод, то есть нагрузка, подключённая на выход, должна продолжать и сохранять работоспособность. Устройство, по идее, может работать вечно, пока не выйдут из строя, скажем, радиокомпоненты, высохнут конденсаторы, истечёт срок годности диодов и, скажем, поцарапается каким-то искусственным образом лаг с обмоток трансформатора, и он замкнётся. Ну, это, конечно же, в теории. А как всё работает на практике? И работает ли вообще эта схема или нет? Наверняка многим интересует данный вопрос. Давайте проверим. В качестве источника питания у нас обычная крона на 9 Вольт, и сама наша схема, которая никак никуда не подключена. Под столом нет никаких индукторов. Я, если кому нужно, потом могу на чистом воздухе продемонстрировать данную схему. Но мы сейчас будем поднимать на довольно приличное расстояние и видеть, что никаких внешних воздействий не может быть. У нас загорелся светодиод, видим. Источник питания крона, как ранее сказал. Но что отключим, настал момент истины. Источник питания у нас отключен, светодиод у нас горит очень-очень-очень-очень ярко. Ну, давайте снимем камеру как-то, чтобы ни у кого не было дополнительных подозрений, что что-то влияет сверху или снизу. Давайте пойдём куда-то. Вот так ярко горит светодиод на максимальной яркости. Вот наша схемка. Никуда она абсолютно не подключена. Давайте на свежем воздухе, никаких тут скрытых частей дополнительных нет. Голый трансформатор, голая плата и, конечно же, у нас светодиод, который горит. И заметьте, яркость не уменьшается. Горит так же ярко, как горел изначально. Ну, ладно, давайте поставим камеру. Для того, чтобы схема прекращала работать, нужно всего лишь замкнуть контакты светодиода. И у нас, по идее, пойдёт короткое замыкание. И для повторного запуска нам нужно опять подключить источник питания. Видим, что яркость никак не падает. Ну, что, на самом деле всё так просто или нет? Ну, разумеется, ничего в этой жизни не вечно. Даже сама жизнь, за которую мы как-то платим. Хотя иногда не подразумеваем об этом. И как работает схема, поясню чуть позже. Часть видеоролика делаю спустя где-то 5 минут. И заметьте, светодиод у нас ещё горит, никаких проблем. И специально я выключил освещение, чтобы не были видны некоторые моменты, которые заставляют данную схему работать. Хотя вот опять, посмотрите под освещением. Трансформатор, намотанные обмотки, низкоомный резистор. Это точно резистор. Мне нечего обманывать. И вот сами транзисторы. Светодиод горит. Как? Вопрос. На самом деле, все такие схемы, все-все-все, которые есть в сети, имеют скрытый узел. В частности, это источник питания или какое-то воздействие электромагнитное, которое заставляет схеме работать. Наша схема работает по следующему принципу. Трансформатор от компьютерного блока питания. На самом деле, он не совсем трансформатор. Мне придётся его поломать, поскольку феррит на самом деле заглеен суперклеем. И вот, что у нас заставляло работать данную конструкцию. Это ионистор. Если кто не знаком, это химический источник питания. При заряде ионистор может накапливать заряд так же, как и конденсатор, но может отдавать заряд довольно долгое время. Для запитки светодиода, кстати, ионисторы, в отличие от конденсаторов, имеют очень большую ёмкость. Данный ионистор имеет ёмкость в полфарада, как это ни странно. Огромная ёмкость для конденсатора. Но он может отдавать свою ёмкость, хотя ток не очень большой, но в течение очень длительного времени, до 10 минут, почти может запитывать этот светодиод. С учётом того, что светодиод у меня был с ограничительным резистором на 330 Ом. Вся остальная схема, которая была создана просто для отвода глаз, это связано именно с любой схемой самозапита или вечного фонарика, который вы можете найти в сети. Ещё раз хочу поблагодарить за просмотр. Поделитесь обязательно данным видеороликом, поскольку это гигантский обман, который нас обманывают уже не первый год. И стоит лишь прогуглить самозапит, и откроется колоссальное количество схем. А люди верят в это и тратят огромные деньги, конечно же, с надеждой, что у них что-то получится. И запомните, ничего в этой жизни нет, не бесплатно. И за всё мы платим. На этом, друзья, всё. Не забывайте подписаться на канал. Ещё раз поделитесь обязательно данным видеороликом. И, конечно же, всего наилучшего успеха в личной жизни. И с вами, как всегда, был АК Касьян. На этом всё. Пока.